Продолжение следует... 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 что изменилось в этом городе, как выглядит stadion, как выглядит еще 4-5 лет назад. Змена огромная, все выглядит так, как должно выглядеть в XXI веке, в цивилизованном городе и в городе и в городе. Если говорить о кибицах, то каждый кибиц может осуществить в каких-то комфортных условиях. Если говорить о работе медиум, то много вещей изменилось на плюс. Мы свои помещения для работы, мы место, где мы можем в прерве месчу прийти, «зрючить» или «выслач» их до агенции, спокойно попраковать, выпить кафе или кафе, если холоднее. Комфорт работы не порівнявленный до того, что было еще 4-5 лет назад. Робишься от лет на многих стадионах пиукарских в Польше. Или стадион в Беломстоке чем-то выражаетесь? Он файный и колорный, можно сказать. Он очень хорошо подходит для нашего города. Он желтый и червьный, веселый и приятный. Мне кажется, что будет это место, если только Елоня будет играть на соответствующем уровне, которое будет привязать больше людей, чем это сегодня. И сейчас, если он играет, все будет действовать в таком способе, как нужно. Я вернулся до начала этого стадиона, потому что я первый появился на нем в 1975 году, как учебник. На показе с окази Огольнополской Олимпиады Молодежи, а на первом меции я был в 1982 году. Ну и что тут много говорить, так как я изменился в целом этих 30 лет, так изменился этот объект. Ну, сегодня объект ма то до себе, что он есть zupełnie новый, а я уже старший и с этим мы различимы. Конечно, не мало чего сравнивать. Когда-то были древние лавки, когда-то были места, что так скажем, ненумерные люди в этих штыковых летах популярности Ягелонии. Сиадали себе немал на коланах, сиадали на бежни до окола, сиадали на деревах до окола, на короне стадиону стали. Дише, за взглядов разных, это не возможно, так что то, что было в летах 80-90, а то, что мы сегодня, того, что мы не можем помнить, то есть две разные эпоки и мы в XXI веке полным гэмбом. Кибицы знают себя из релакционирования меции выездных. От kilкунадцатого лет ездишь по Польсце, комментируешь меции. Как оцените, как поровна наш стадион до тех, которые видуешь в Польсце? Повем без цения вątplивости, наш стадион есть најпеньејший в Польсце в этой класе объектов. Не можем порівнювать się до Народового, до стадиона в Гдањску, чи до Врославя. Позна и то уже объект старый, преробенный, więc не ма ко порівнювать. Но с этой класе объектов средних до 20-30 тысяч есть највший, есть највочеснейший. Если chodzi о праце медиум, хотя бы, в Кракове, в Кракове, там есть до диспозиции телебим, не телебим, а монитор, так можно на бејжомо бежать повтурки. Но если chodzi о видочность, доступность до бојска, потом до пијкаржа, стрефа мішана, вывиады, все на највшем уровне. Зрештам, на этом стадионе, для того, чтобы розгравить финалы, европейских розгравок, за финалом Лиги Мистцов. Первый матч, на который пошедем, в Ягиланин Бялысток, отбывалясь при улице Юрвецкой. Памятны часы, это было добрых несколько лет тому. Познение Ягиланин с бејгем часу принеслося на стадион при улице Слонецной. Стадион рос в силах, было немного комфликаций, но сегодня мы свидетелем пијкного отварца стадиону и мы надеје, что будет стадион заплнен на каждом меше. Едите по целой Польсце, подружуете по највших миастах, а также меньших. Инструктура спортовая в краю стадион в стадион в поле остается на высоте. У каждой стадион в экстраклассе, в каждом меше, на высоте. А поройдувающе с стадиономом Бялыстоку, в конечно нам подобене на стадион в Ягиланин. Есть много файных стадион, но на стадион на меня на мне самое большое впечатление. Стадион мейский, не только стадион пијкарский, И что на этот момент говорит нам президент Лоландерс Белыйсток, пан Рафау Берчи. Так, потому что вся инфраструктура тоже подготовлена есть для других дисциплин, между ними в футболе америкинском, который мы видим здесь в тлее. Лоландерс Белыйсток, то есть прошлорочная дружина выступающая в топлидзе, то есть на высшей классе разрывковой полской лиги футбола америкинского. Все, которые в Белыйстоке оценивали этого стадиона под кем-то игры пиелкарзи. Вы, как дружина футбола америкинского, оценивалишься тоже? Повем еще, что мы даже не ожидали. Это для нас была несоподианка и totalное заскакание, что миасто запропонула нам выступление, в результате на этом объекте, где подготовлены были профессиональные брамки для футбола америкинского. Достали запросление на выступы на этом объекте, что для нас для нас светлым доцененем. Как оцениłbyсь остальные боисти в Польше признаны для футбола америкинского и чем наши się выружня? Прежде всего, что не есть в Польше места для грана в футбол америкинский, по-за неличными местами, каким jest Белава, то есть на самом поулдне краю, czy też неличные объекты присутствованы для этой игры в Польше. В Польше футболисти америкинские, с которыми мы mieliśmy приемность грать, борются с тем самым проблемом, с которым мы борются на самом початку, то есть примерно 7-8 лет назад. Они до той поры играют на фатальных боях, где они с злым конечным, который может отбить эти встречи, а однако приоритетом есть пићка ножна. Суспехали на наравдэ маргиналне объекты и грань на таком боиску очень часто скоткует контузьями, потому что на высшем нерывном, не задбанном, это не безопасная ситуация для заводника. То есть Биуэсток есть с позитивным выниотком? Ой, так. И так. Брак ми слов, на правду, выстарается спорить, стануть тут с бока, при линии бочной, поспорить на те пићные древа и на этот будинок колосеум, которому się којрж этот главный stadion. Это незапомненное прожище, чтобы тут заграть. Так же чекамо до сезону. Найглубнейшим аттракциям, тем, что есть важнее, то есть стадион. Он будет в pełне открыт для всех кибицов, велика, несподзианка, прежде всего Биаусток. Биаусток есть мистом досыть интересным, в котором мешкали люди, которые делают интересные вещи. И начнем от показа, которые приготовили молодежи биаустоксане, потом немного музыки и тоже несподзианки. Как Вы оцените фреквенцией? Фреквенцией есть очень много. На сейчас есть 20 тысяч людей на стадионе. Люди приходят. Кисше нас, потому что это для для Биаустокса. Тестание есть для людей, которые могут за chwilę прийти, участвовать в разных событиях.